Всем доброе утро, всем доброе утро. Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Солмона, Тора, 21 глава. И я, наверное, сразу буду начинать урок, потому что я вчера посмотрел, как долго я готовился, раскачивался. И получается, если человек смотрит это в записи, ему непонятно вообще, что это за урок Торы, когда преподаватель Торы, он не может начать, он ждет и так далее. Он же не понимает, что я смотрю, кто пришел, говорю всем здрасте. И некоторые преподаватели новоикра, они ждут по две, по три минуты, песни слушают. Но я так делать не буду, да. Я сразу говорю всем шалом. Шалом это слово, которое переводится. Кстати, мы можем сейчас чуть выучить перевод этого слова. Шалом, это переводят его обычно на русский язык мир. Но вы врите, это язык, которым Бог сотворял мир. Это как математика, как суть, суть вот вещей. В слове шалом есть корень, вот этот математический, три буквы. Всегда есть три буквы коренные, которые показывают код, код каждой вещи, каждого слова. В слове шалом код этого слова, это шелем, да. Шелемут или царь Шломо зовут, да, царь Шломон, его на самом деле звали царь Шломо. Значит, шалом, шэээлэм. Это три буквы, которые обозначают совершенство. Совершенство, когда вот шелемут, это совершенство, это цельность, это такая вот слитная общность, да. Когда что-то цельное и совершенное. И шалом мир, это когда нет противоречия, да. Когда мы говорим шалом, то мы говорим, что у нас с тобой шалом, у нас нет противоречия. Когда мы говорим шлемут, совершенство, это когда какая-то вещь настолько совершенства, что ничего не добавишь, не убавишь. И шалом, это одно из имен, имен обозначений Всевышнего. Когда Всевышнего, мы говорим шалом, кстати, нельзя говорить поэтому в бане и в туалете. Нельзя говорить это слово шалом в бане и в туалете, там где голые. Потому что шалом, это одно из обращений, как мы обращаемся ко Всевышнему. Потому что только он в этом мире совершенен. Всем нам чего-то не хватает. Всему в этом мире чего-то не хватает, есть везде небольшой изъян. Нет совершенства в этом мире. Есть только Всевышний, который шалем, который цельный и совершенный. И вот поэтому мы говорим шалом алейхем, как мир, мир на вас. Понятно, да? А мусульмане говорят салям алейхем, я думаю алейхем. Это ну то же самое, абсолютно то же самое. Хорошо. Все, дорогие друзья. Теперь мы объяснили, что такое шалом, узнали. И сейчас мы находимся в Мишле. Мишлей это... Интересно, когда, если начать замечать, вот до этого, как мы поговорили про слово шалем, мне было понятно, что шалем, шломо, это царь шломо, это три буквы, которые его имени, это суть имени царя Соломона. Дальше, Мишлей, Мишель, те же три буквы, только в другом порядке. Это то, что мы сейчас изучаем, Мишлей, хотя Мишлей это примеры, но мы видим, что есть некая связь между шалом, между шломо, между Мишлей. То есть, все это однокоренные, однокоренные слова, между которыми обязательно есть внутренняя связь. Хорошо. Все, мы продолжаем через изучение Торы присоединяться к Всевышнему. И сегодня нам он дает, царь шломо, дает пророк, он был пророк, он нам дает 20-й отрывок 21-й главы, он нам объясняет следующую вещь. Оцар, Нехмат, Вашемен, Бинвэ, значит, Бинвэ Хахам, Уксиль, Адам и Валену. Значит, дословно переводится так. Оцар это сокровище, Нехмат это приятное, сокровище приятное, Вашемен, Бинвэ. Шемен это жир, и Бинвэ Хахам это в доме, в строении у мудреца. Значит, сокровище приятное и жир, жир такой, ну это образно жир, да, сейчас мы знаем, что это за жир. В доме у мудреца, в доме у мудреца. Уксиля, Адам и Валену. А если человек грешник по вожделению, ксиль это грешник, которым управляют его желания. Вожделение это, мы каждое утро себе говорим, не следуйте за сердцем и глазами. В Шмайсраэль, не следуйте за сердцем и глазами. Но большинство людей, они постоянно следуют за своим сердцем и за своими глазами. Увидел, захотел, увидел, захотел, увидел, захотел. И у них ими управляет вот эта вот их хотелка. А нам говорит Всевышний и высшая мудрость говорит, нет, тобой должен управлять твой интеллект, рациональный интеллект. А интеллектом должна управлять Тора, которая говорит, что есть добро, что есть зло, что правильно, что неправильно. И тогда твоя жизнь, она будет чистая, светлая, упорядоченная, духовная. И тебя не будет все время штормить и колбасить, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Тут тебе любовь, зависть. Это все вожделение. Теперь есть два типа грешника. Есть грешник интеллектуальный, это называется Ивэль, грешник-стептик. Есть грешник, который называется Ксиль, грешник по вожделению. Так, в 20-м отрывке царь Сламон говорит, у мудреца, у него дома будет и сокровище приятное, и жир у него будет тоже в его доме. Жир имеется в виду удовольствие материального мира, именно удовольствие. Но он их будет использовать очень аккуратно, очень аккуратно. Не они его будут использовать, а он их. А вот Ксиль, грешник по вожделению, его они сожрут. Его и сокровища его съедят, прям проглотят его, и его проглотят его удовольствия, за которыми он стремится. Чтобы проверить эту идею царя Шлумо, которую он сказал 3000 лет назад, достаточно посмотреть, погуглить, что происходит с теми, кто выигрывает в лотерею. Вот просто погуглить, я когда-то эту статью прилагал к предыдущим урокам, она очень примечательная. Она дает нам четкое, конкретное понимание, что происходит с людьми, которым привалили деньги, и которые являются Ксиль, грешник по вожделению. Их просто начинают вот так вот штормить, расколбашивать. Они за пару лет прогуливают все деньги, уходят из семей, там, ну, то есть, жутко. Знаете, как есть анекдот, когда один прибегает домой, женя говорит, все, говорит, я выиграл в лотерею 10 тысяч, собирай вещи, еще в советское время. Она говорит, что мы переезжаем? Он говорит, нет, я ухожу от тебя, теперь у меня есть 10 тысяч рублей, я теперь найду себе, куда их потратить и с тем жить. Вот это обычное поведение грешников по вожделению, которых ведет их хочу. Все, царь Саламон нас предупредил. А что делает ха-ха, мудрец? Почему у него в доме сохраняются и деньги, отцыр это сокровища, и удовольствие, он тоже может их получать, но они его не проглатывают, да? То есть, не они сильнее его, а он их использует. Вот тут ответ сейчас у нас будет в 21-м отрывке. 21-й отрывок 21-й главы, легко запомни, да, 21, это есть игра такая, да, 21 вообще такое частое, почему-то вот в прошлой нашей какой-то системе, системе знаков было 21, это в Blackjack, там в очко есть игра такая и так далее. То есть, вот это меня научили когда-то в Харькове, да? Тору мы не учили, а мы учили, как играть в The Burtz. Я очень хорошо играл в The Burtz в молодости, в школе, вместо того, чтобы учить Тору, к сожалению. Так вот, в 21-м отрывке, 21-й главы, зато теперь я запомню точно, где это написано. Написан очень важный принцип, прям реально, вот особенно сейчас, особенно сейчас, во время перед Рошашана, перед днем суда. Значит, написано так. Значит, написано так. Родев Дздака, это тот, кто гонится за Дздакой, за милосердием, во Хесед. И Хесед, это тоже милосердие. Сейчас мы узнаем, чем отличается Хесед от Дздати. Имца Хаим Дздака в Эковод. Вот, найдет он жизнь, найдет он Дздаку милосердие, но сейчас мы узнаем, вот чем отличается Дздака от Хеседа. Очень важное отличие, сейчас мы узнаем. Значит, еще раз, тот, кто гонится за Дздакой, за милосердием, за Хеседом, за милосердием, только другая форма, найдет жизнь, найдет милосердие от Дздака, в Эковод и почет он найдет. Как работает это? Давайте сейчас, это важнейший принцип, кто его сейчас поймет, запомнит и начнет применять, у него в жизни просто все изменится в лучшую сторону, кардинально, трансформационно и невероятно. Да, видите, прям Blackjack, вот тот, кто действительно, этот отрывок, он не зря 21-21, это реально вот сейчас, те, которые сейчас слушают, это вам с неба дают такой джокер, на тебе. То есть, ты можешь решить все свои жизненные вопросы одним отрывком, 21 глава, 21 отрывок. Значит, смотрите, обычно люди все время, все время гонятся за чем-то, люди гонятся за чем-то, вся жизнь любого абсолютного человека, она построена на погоне за какой-то иллюзией. То есть, или человек сам себе ставит цель, или ему говорят, иди туда, будет хорошо. То есть, человек все время гонится, рудеф, за чем-то. Кто-то гонится за деньгами, кто-то гонится за удовольствиями, кто-то гонится за покоем, но все в постоянной погоне, как белка в колесе. И эта погоня, она никогда не останавливается. Теперь большинство людей, они гонятся за пирамида потребностей, за удовлетворением своих потребностей. Не буду сейчас перечислять, есть пирамида Абрама Слоу. Он перечислил вот эти вот базовые потребности все человека. И Абрама Слоу нам, можно сказать, дал модель, зачем гонится большинство людей в мире с точки зрения психологии. Теперь нам говорит, здесь в 21 отрывке царь Соломон объясняет разницу, почему у хахама, у мудреца, у него дом полон будет и сокровищ, и удовольствий, а у ксиля, у грешника по вожделению, они его сожрут. Потому что, говорит царь Соломон в 21 отрывке, тот, кто гонится за дздакой. Что такое дздака? Дздака – это заповедь. Одна из главных заповедей в Торе называется дздака. Значит, дздака – это помощь нуждающимся и помощь бедным, помощь людям, кому не хватает денег на жизнь. Теперь дздака – это вроде бы милосердие, но само слово, вот это дздака, оно переводится как справедливость. Очень интересно, странно. То есть, тебе говорят, дай дздаку, дай милостыню. То есть, на русский ближе всего перевод милостыня, да, когда ты дздака – это ты помогаешь кому-то бедным. Помощь бедным называется дздака, по-простому. Но почему она называется словом справедливость? Потому что, когда ты им помогаешь, ты должен знать, что это не ты помогаешь. Это Бог специально удостаивает тебя в выполнении заповеди, которая тебя на духовном уровне поднимает на следующий уровень. Но ты ему даешь, бедному, не свое. Бог тебе специально дал в твоих деньгах часть денег, которая называется дздака. И ты восстанавливаешь справедливость. То есть, когда ты делаешь милосердие, Бог тебе дал возможность есть пертьевод. А вот пертьевод есть очень мишна, это принцип объясняющая. То есть, ты дай ему, ну, Богу, выполняешь, ты когда заповедь, ты даешь деньги на заповедь, ты даешь Богу из его же. Он же тебе это дал, а ты даешь ему из его же. И царь Давид, он говорил, у него была такая фраза, царь Давид. Он говорил, он все время к Богу обращался и говорил, от тебя все. Представляете, как вообще, какая великая мудрость. Значит, человеку дает Бог деньги. Он, слава Богу, не болен, не бедствует, ничего. В этих деньгах он ему дает какая-то небольшая часть. На то, чтобы он мог выполнить заповедь, духовную заповедь Бога. Помочь бедному. Но это называется не милосердие, а справедливость, потому что это же деньги Бога, он же тебе дал. Ты ему даешь эту тздаку, и в этот момент тздака, она тебя соединяет с Богом, и ты зарабатываешь бонусы на небе. Теперь, говорит нам царь Саламон, давайте это соедним. Тот, кто гонится за тздакой, тот, кто гонится и хочет давать эту тздаку, он не ждет, пока к нему подойдут и попросят. А он ищет, так, вот этому я сейчас дам, вот этому я сейчас дам, вот этому дам. Сейчас я вам покажу свой секрет главный, смотрите. Вот бонус, главный секрет успеха, видите? Это такая коробочка, называется «Дздака. Помощь нуждающимся». Это, видите, коробочка дздака, просто не так видно. А вот эта книга, в которой собраны все советы Любавического Рэбе о том, ответы на вопросы поколения. Книга называется «Путь к богатству». В ней перечислены все его ответы, как давать сдаку, как вести себя в бизнесе, как зарабатывать деньги. Это письма Любавического Рэбе собраны именно на эту тему. Теперь, когда, когда, я когда-то учил этот отрывок раньше, сказал нам царь Самон следующее. Родев дздака, тот, кто именно гонится, гонится за дздакой, то есть он не ждет, пока к нему придут, а он сам ищет, кому дать. Он сам ищет. Вот ответ на ваш вопрос, Александр Попов. Тот, кто гонится за тем, чтобы дать настоящим бедным, гонится за тем, чтобы правильно выполнить эту заповедь и гонится за хеседом. Хесед – это второе милосердие. Но здесь милосердие, когда ты просто людям помогаешь, когда ты, если дздака, это оказывается бедным, то хесед, милосердие оказывается всем. Тут помог, там помог, тут сказал доброе слово, там улыбнулся, там какому-то другу своему помог. То есть хесед – это милосердие, которое ты делаешь безответное, причем в хеседе, самое главное в хеседе – это безответное. То есть ты не ждешь, что он тебе ответит. То есть ты просто сам становишься источником и производителем добра. Значит еще раз, тот, кто гонится за дздакой, он хочет помочь, то есть он знает, что Бог ему дал деньги, он ищет, кому их отдать, дздака, милосердие. Тот, кто делает хесед всем, он источник добра, что он найдет? Имца хаим, найдет он жизнь. Когда царь Соломон использует слово «жизнь», он имеет в виду вечную жизнь. То есть жизнь – это когда ты с Богом соединился в духовном плане, когда ты вырвался из вот этого материального животного слоя, в котором живет большинство людей, видят только материализм. И тогда ты через вот эти вот действия – милосердие, добро и дздака, помощь бедным – ты найдешь жизнь, имеется в виду духовная жизнь, дздака. Тогда Бог тебе будет оказывать, Он будет тебе давать, то есть ты становишься Его рукой. Если ты тогда найдешь ты дздаку уже с неба на себя, в эковод, почет – это будет у тебя прям свет от тебя будет идти, как почет и так далее. То есть эковод – это как бы высшее проявление человека в этом мире, потому что эковод – это слово «почет», оно относится вообще ко Всевышнему. Есть такая в Пертьевод, заканчивается Пертьевод, Мешной, там написано так, что «Коль маша барака дож бараку бэу ламо» – все, что сотворил Всевышний в этом мире, «Ло барао эля ликвадо» – он все это сотворил для почета. То есть для почета – это… Почет есть только у Всевышнего, но человек, который живет по заповедям Всевышнего, делает добро, живет правильно, он этим самым присоединяется ко Всевышнему. Понятно, да? То есть простая вещь – вот этот джокер, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Делай дзаку, гонись именно, думай о том, как помочь. Думай о том, как делать добро и старайся просто делать добро. И ты найдешь вечную жизнь, тебе с неба дадут возможность помогать, потому что когда ты становишься настоящим партнером у Бога, естественно, Бог будет помогать людям через тебя. То есть если у тебя, там, я не знаю, Билл Дейтс, например, да, он хочет всему миру помочь, там он сейчас опять пишут, я не буду сейчас сдаваться, что как пишут, он последние годы спасает жизни, уничтожает болезни, там все. То есть он хочет помочь. Бог ему дал 100 миллиардов. Стив Джобс говорил, я никому помогать не хочу вообще. Стив Джобс умер в 50-м чем-то лет. То есть если у человека есть желание помогать, то Бог ему дает ресурсы для этого желания. Если у человека есть желание делать добро, Бог ему дает ресурсы для этого. Но надо понимать, что когда ты делаешь добро, это всего лишь ты восстанавливаешь справедливость. Бог через тебя делает добро. И тогда у тебя будет вечная жизнь, почет настоящий в этом мире и будет у тебя возможность сделать добро. Все. Я всем желаю, чтобы мы этот Джокер запомнили и начали реально использовать, потому что это самое важное в этом мире. Ничего важнее нет. Все, друзья. Удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. Запишите. Вот были, у Эстер были свои инсайты. Запишите их, пожалуйста. То есть инсайты это такая штука, которая рождается, и потом можно тут же переключиться на что-то и забыть. Запишите, обдумайте, поделитесь и примените. То есть тот, кто изучает для того, чтобы обучать, тому с неба помогают изучать и обучать. Тот, кто изучает для того, чтобы делать, тому с неба помогут изучать, обучать, запомнить и сделать. Все. Я вам желаю, чтобы все ваши сегодняшние инсайты у вас превратились в ваши дела, а ваши дела превратились в плоды для вас с неба и для всего мира, потому что каждый человек, который выполняет волю Всевышнего, он спасает целый мир. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня.